Слава Богу, братья и сестры! От воскресенья до четверга получил урок один. Оказывается, надо серьезно относиться к тем словам, которые произносятся в этой кафедре диакон. Брат Саша предложил, что надо всем, у кого день рождения, проповедовать. Вот так и получается. Слава Богу! В Матфея, в 6 главе, 33 стихом написано «Ищите прежде всего Царствие Божие и правда Его, и это все приложится вам». Здесь нам Иисус говорит нам о том, чтобы мы воспользовались этим советом и прежде всего искали Царствие Божие, то есть расставляли, скажем так, правильные приоритеты в жизни, потому что мы так по жизни идем, все равно что-то где-то ищем, что-то приобретаем, что-то находим. И что такое при Царствие Божие? В Римлянам прочитаю еще такой момент написано «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Это говорит о том, что Царствие Божие, в основном, говорит о том, что это не земная вещь, такая, которую можно потрогать, ощутить, скажем так, руками, может быть. И я сегодня хотел бы немного поговорить о людях, которые не жили, скажем так, в Новом Завете. Это был, они жили раньше Ветхий Завет, но они имели такую, скажем так, имели такие черты характера, которые помогали им при выборах жизненном, потому что мы всегда что-то выбираем, что-то нам Бог дает, обращает на что-то внимание, или мы сами на что-то внимание обращаем. И я хотел бы поговорить о истории Давида и Иоанна Фана, о их дружбе, о том, как они выбирали свой жизненный путь. И прежде хочу прочитать в 18 главе о том, откуда началась их дружба, откуда они познакомились. И в 18 главе с 1 стиха написано, это было время, когда Давид победил Голиафа, и он пришел к Саулу, и они разговаривали, и потом Иоанна Фан тоже пришел, и написано, когда окончил Давид разговор с Саулом, душа Иоанна Фана прилепилась к душе его, и полюбил его Иоанна Фан как свою душу. И взял Саул в тот день, и не позволил ему возвратиться в дом отца его. И в 4 стих, и снял Иоанна Фан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой. То есть, можно сказать, что с этого момента где-то началась дружба у Давида и Иоанна Фана. И можно так подумать, что их соединяло, над чем они, когда люди дружат, когда есть что-то общее. Можно сказать, что у них были какие-то общие моменты. И это, ну, они были, оба были воины, оба умели сражаться, и Давид, и Иоанна Фан. У них что еще было общего? Ну, Саул там впоследствии дал Иоанна Фану, дал Давиду титул там тысяченачальника. В том, что в этом же войске, где был Иоанна Фан, у них было, у Саула была дочь, которая полюбила Давида, и он стал зятем царя. То есть, вот это какие-то моменты такие, которые их объединяли, были, наверное, общие какие-то интересы, разговоры, беседы. Но что-то это, как бы, такое, что, можно сказать, что вот рядом, что земное, то, что как-то более простое. Но были какие-то моменты, наверное, потому что мы знаем то, через что потом пришлось пройти Давиду и Иоанна Фану, и о том, как они не предали друг друга, скажем так. Ну, для этого нужно просто какая-то более связь, более серьезная. И мне кажется, она заключается вот это, вот это, в общении каждого из них с Богом, и в том, как каждый из них смотрел и имел вот это общение с Богом, и уповал на Бога. И считаю сначала вот это упование, скажем так, эту веру, эти взаимоотношения, которые были, понимание Бога, которые были у Давида. Это 18 глава, извиняюсь, это 17 глава, 26 стих. Это написано. «И сказал Давид людям, стоящим с ним, что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля». И вот это отношение, которое выражал Давид, скажем так, к тому, кто, скажем так, поносит войско Божье. И вот дальше, кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит войско Бога Живого. С одной стороны, можно так прочитать, послушать, что он, что, как он выражается об этом филистимлянине, которого, скажем так, стояли, боялись эти войны. Можно подумать, что он высокомерен слишком, и так, как и подумал его брат, там написано, Ильяв, старший брат. Но он не был высокомерен. То есть то, что говорил Давид из своих уст, своего сердца, то, что у него было внутри, он так и говорил. И это не было высокомерием, мы знаем, потому что из того, что происходило дальше, еще там такие слова. И сказал Давид в 37 стихе этой же главы, в 36 стихе, простите. И льва, и медведя убивал твой, раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что и с ним, потому что так поносит он Бога Живого. Смотрите, он, то есть, как я уже говорил, что он, как говорил, так он и жил. То есть это не были какие-то пустые слова, которые, скажем так, слова превозношения молодого человека, который что-то не понимает в этой жизни. Но он именно так и жил, он именно так верил, он именно так понимал Бога и так ходил пред Богом. То есть он не тщеславился какими-то своими заслугами, но хвалился Богом. То есть он во имя Бога побеждал. Это доказывает еще один стих, уже 45 стих. «И ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Бога воинств Израилевых, которые ты поносил». То есть он именно так, чтобы вы понимали, он объясняет именно так, он ходил пред Богом. То есть он именно так понимал отношение того, к тому человеку, скажем так, который будет поносить войско Бога Живого, войско Бога Живого, Бога Израиля. И это отношение Давида. И посмотрим еще в 14 главе, в 6 стихе, понимание того, как к этим же самым, скажем так, врагам относился Иоаннафан. И в 14 главе, 1 царство, в 6 стихе написано. То есть такая же примерно ситуация, тоже попали, они тоже враги впереди напали. И 6 стих. «И сказал Иоаннафан слуге оруженосцу своему, ступай, перейдем к отряду этих необрезанных, может быть Господь поможет им, нам, ибо для Господа нетрудно спасти через многих или через немногих». То есть примерно такое же понимание даже в Библии указано, как бы описание даже одинаковыми словами. То есть отношение того, это оказывает их взаимоотношение с Богом, то есть и Давида, и Иоаннафана. Это говорит о том, что у них, у обоих эти взаимоотношения были. Они понимали, что не мы побеждаем и не количеством побеждаем. То есть понимание такое было. А именно, как говорит Иоаннафан, «Ибо для Господа нетрудно спасти через многих или через немногих». И здесь как бы такой момент, если посмотреть в нашу сторону, сравнить с нами, то смотрите, здесь вот как бы эта ревность, которая показана через Иоаннафана и через Давида, здесь вот этот Голиаф, который поносил войско Бога Живого, он как бы не просто, скажем так, наступил на ногу Давиду нечаянно и сказал, извините, или не просто влез впереди в очереди специально. Здесь он затронул какие-то вот эти чувства, взаимоотношения Давида с Богом. То есть как бы он, можно сказать, затронул то место, где в жизни Давида царствовал и правил Бог. И он как бы вот посягнул на эти моменты. Поэтому Давид реагирует совсем, ну, Давид, поэтому Давид так и реагирует. И вот как получается у нас в жизни, потому что наша жизнь, она тоже так состоит из, скажем так, если нужно так выразиться, это как бы две плоскости. Одна жизнь – это наша христианская жизнь, когда мы живем, растем в Боге, там, ходим в церковь, что-то делаем, где-то молимся, что-то служим. И растем, пытаемся строить нашу духовную жизнь. И вторая как бы параллельная, ну, если так можно выразить, параллельная плоскость и проходит жизнь. Мы те же люди, мы ходим на наши работы, тоже строим какие-то взаимоотношения с нашими, там, друзьями, коллегами по работе. Мы пониманием как-то, как распоряжаться, зарабатываем деньги, наши финансы, как мы отдыхаем. И иногда получается так, что в правильном, если так можно сказать, выразиться, понимании должно быть так, что вот эта первая наша духовная жизнь, которую мы построим на основании Слова Божьего, она должна влиять на вторую эту плоскость нашей жизни. То есть, если я близко с Богом, соответственно, через это отображается то, как я веду себя на работе. Если я понимаю, там, Слово Божие, это отображается в том, как я отдыхаю, это отображается в том, как я финансами своими распоряжаюсь, и как я выделяю время. То есть, как бы, с одной стороны, вот эти области две, духовная, христианская, может быть, где-то не пересекаются, но в правильном положении происходит так, когда вот эта христианская наша духовная жизнь, она все-таки влияет на то, как проходит наша жизнь здесь, на земле, которая, скажем так, даже соприкасается с этими материальными вещами. и бывает, происходит как бы такой перевертый, что ли, или наоборот, я немножко объясню, что мы делаем, когда получается в нашей жизни мы немножко наоборот, когда наша жизнь здесь, земная, обычная, влияет на на нашу жизнь духовную, то есть как бы в перевернутом виде. Но я примерно объясню, например, если мы можем рассуждать так, скажем так, простой какой-нибудь пример, я не буду на этой неделе, скажем так, не буду там в такой-то определенный день брать себе работу, скажем так, много, потому что у меня служение, скажем так, у нас служение, я иду на служение. Или это влияние нашей христианской жизни на нашу жизнь здесь, на земле, да, и если перевернуть наоборот, такой перевертыш получается, то человек рассуждает по-другому, сегодня на служение не пойду, потому что у меня надо взять больше работы, надо больше сработать. Но это такой самый простой пример, но это может быть альтернатива в любом, в любой сфере, там, финансовой, в сфере отдыха, в сфере всего. И вот здесь как бы, как мы реагируем, когда такие вещи вот в нас происходят, я имею в виду, когда наша жизнь земная здесь влияет на духовную вещь, ведь эти вещи, они происходят так не совсем сразу и так, бывает, можно, оно происходит по чуть-чуть, оно один раз вот поменялось, поменялось должное, я имею в виду христиан, нас, местами, то есть я где-то там не пошел, где-то там не прочитал Слово Божие, где-то там отложил, где-то там лишний раз что-то, что-то еще сделал то, как бы, что не приводит нас к подъему, к духовному. Скажем так, пропустил какое-то служение, и вот это шаг за шагом, шаг за шагом получается, как мы к этому относимся, мы это вот, на это просто в нашей жизни, мы просто смотрим на это, как смотрели эти войска Саула, вот на этого Голиафа, когда он там что-то говорил, они просто смотрели, они что-то говорили, они смотрели, или мы в первый же момент, когда у нас есть такое желание, где-то что-то, ну, куда-то не пойти, когда, ну, это при, конечно же, при возможности, я говорю, что есть разные моменты жизни, но когда есть такая возможность, как мы поступаем, то есть, или мы в первый же момент, как поступаем, как Давид, берем, скажем так, опускаемся к ручью, к источнику живой воды, берем эти камни и отвечаем. И дальше просто вот то, что вот эти вещи, то, как мы реагируем, то, что мы выбираем в первую очередь, то есть выбирая Божье, выбирая вот это, а выбор нам всегда как бы дается или то, или то, потому что совесть нам как бы так стучит, скажем так, колокольчиком, всегда при этом выборе. Нам Слово Божье говорит, что мы должны в первую очередь выбирать Царство Божье. И дальше в этой истории, если говорить, мы говорили о дружбе, это вот они начали дружить, и все, казалось бы, все, ну, как бы все прекрасно, они на одной стороне, они не враги, скажем так. У него, у царя Саула дочь, дочь замужем за Давидом, и, ну, то есть общие моменты, войны, победы, вот эти какие-то, которые проходят, но что-то происходит, дальше не так, немножко совсем по-другому на это все смотрел уже царь Саул. И это я прочитаю в 18 главе, 28-29 стих. Смотрите, и увидел Саул, и узнал, что Господь с Давидом, и что Милхола, дочь Саула, любила Давида, и стал Саул еще больше бояться Давида, и сделался врагом его на всю жизнь. Казалось бы, вот первый стих, который прочитал, и увидел Саул, и узнал, что Господь с Давидом, это только, как бы, положительное, и что Милхола, дочь Саула, любила Давида, и также он знал, что сын его тоже дружит с Давидом. Но вывод от этого какой-то непонятный, совсем другой. И стал Саул еще больше бояться Давида, и сделался врагом его на всю жизнь. Потом, впоследствии, мы читаем, знаем эту всю историю, что он вознамерился убить Давида. Хотя, как бы, повторюсь еще раз, не совсем, как бы, ну, логически, логически, если у меня зять, скажем так, мой, любит мою дочь, они дружат с моим сыном, он на моей стороне, как бы, почему мне его бояться, и зачем мне его убивать? Конечно, мы знаем ответ на этот вопрос, потому что мы знаем, что Бог отступил от Саула и отдал царство это Давиду, и в этом вопрос. Дальше какие-то вещи такие происходили уже, и события, которые так вот можно скользить. Это тогда Иннофан заступается за Давида перед Саулом, там, один раз. Потом Саул, потом Давид убегает, убегает, причем тоже так интересно, он убегает к Самуилу. То есть больше, чем Давид прибегает обратно, как бы, к Самуилу, а Саул отпускает за ним погоню, скажем так. Один раз отпустил, там, слуг послал за ним. Те попытались прийти и взять его, но получилось, пришли и попали. Бог сошел на них, написано, и они начали пророчествовать. Потом Саул посылает второй раз, и они опять, вторые, которые пошли, тоже начали пророчествовать. И потом третий раз уже Саул решил сам идти. Смотрите, вот Давид же был, ну, чист перед Саулом. У него не было у самого такого, скажем так, стремления пойти что-то сделать, там, убить Давида, потому что, как бы, он же тоже знал, что он был помазан. То есть, он не делал никаких специальных этих, ну, движений в эту сторону. И Бог его спасает. Один там раз, и второй раз, и третий раз. То есть, вот, он убегает, убегает к Самуилу, убегает к Божьему человеку. Вот, как бы, нам показывают, что Бог, действительно, это имя его, крепкая башня, и убегает в нее праведник и безопасен. И что же говорить об Иоаннафане в этот момент, когда все это происходит, я думаю, понятно, что было тяжело Давиду, потому что он получился как бы в изгнании. Но я думаю, что не менее тяжело было в этот момент Иоаннафану, ведь он тоже, ну, понимал все эти вещи, которые происходят там. И отец его с ним разговаривал, причем так вот, в жестокой форме, о том, что ты сдружился с сыном Иесея. И о том, что он ему объяснял, что это царство перейдет ему, если ты, ну, если мы его не поймаем, ты должен привести его, и мы должны убить его. То есть у него был такой, ну, настрой, но вот я верю, что Иоаннафан общался с Богом, то есть он не просто был, не просто обычным воином каким-то, но он верил Богу, он доверял Богу, он, мы уже читали там в 14-й главе, он шел побеждать, понимая, что победа, победа не только, не от него, не там, и что Бог именно может спасти через одного, так и через многих. То есть его понимание жизни, его понимание Бога, его отношения с Богом именно были такие. И поскольку они, у него были эти отношения, он не мог не, он, скажем так, не мог предать Давида. Хотя мог, но просто не смел. И у него, скажем так, его жизни в этот момент, как бы, хотя ничего не угрожало, но вот эта ситуация, которая происходила, когда Саул был против, получается, Давида, эта ситуация угрожала, скажем так, тому внутреннему миру, внутреннему пониманию его, Бога им, и угрожала его дружбе с Давидом, угрожала его, скажем так, чести, его совести, его преданности. Ведь Давид и Анафан, они были люди, которые там, здесь мы читаем много, они даже заветы заключали друг с другом, и пред Богом, то есть, они все понимали, что Бог совершает эти вещи. И я хочу прочитать, все-таки Давид уходит, и Саул не предает его, хотя он, все это понимая, читаем в 20 главе, 13 стихе, «Пусть то и то сделает Господь с Янафаном и еще больше сделает, если же Отец мой замышляет и сделает тебе зло, и это открою в уши твои и отпущу тебя, и тогда иди с миром, и да будет Господь с тобою, как был с Отцом моим». Не знаю, мне, я вижу, что здесь вот эти слова его, слова Янафана, «И да будет Господь с тобою, как был с Отцом моим». Дают нам понять, что что-то Янафан понял, что, скажем так, то, что он видел, то, что он не должен предавать Давида и должен сделать этот выбор своей жизни, выбор правильный. Ему, я уверен, что это давалось очень тяжело, потому что, поскольку ситуация такая, он предавал, как бы получается, или своего отца, если он не предавал Давида, или наоборот. И знаете, когда, если бы это было предать, он действительно не предал Давида, но, получается, как бы предал отца. И если это происходит какое-то такое предательство, когда человека лукавого, человека нечестного, то, может быть, эти вещи как бы проходят легче, но здесь, вот в этой истории соприкасаются такие моменты. Он честный человек, он воин настоящий, он сын своего отца, и он предает своего отца, при этом он понимает, что он не просто предал и ушел куда-то, ушел от него, он предает своего отца, и при этом остается вместе с ним воевать, сражаться за землю свою. И знаете, эти вещи, которые, не знаю, насколько тяжело было пережить это все Иоанна Фану, и что помогло ему это все пережить. Я думаю, что вот это состояние общения с Богом, то понимание, которое у него было, и нам в жизни нашей нужно тоже, как я уже читал в начале искать в этой жизни прежде всего Царствие Божие. И если мы будем искать и поворачиваться и к Божьему, то это поможет нам идти по этому жизненному пути, делая правильный выбор, насколько бы тяжелым он не был. И поможет нам не потерять мир и праведность, и святость, и радость во Святом Духе. Пусть Бог благословит. Мы помолимся в день рождения нашего брата.